Всем доброго времени суток! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Перед вами флагман на процессоре MTK6592 Модель под названием ZOPOS ZP990+. Поставляется этот смартфон вот в такой вот коробке В комплектации есть что посмотреть Значит, поставляется сам смартфон Поставляется вот такой вот бампер к нему Прозрачный, силиконовый Поставляется дополнительная пленка Зарядка, USB кабель, гарнитура И обращаю ваше внимание, что у нас Эта модель поставляется с двумя аккумуляторами Емкость аккумулятора здесь 3000 мАч Теперь про смартфон Эта модель уже была у нас в ассортименте Модель под названием ZOPOS ZP990 Смартфон на четырехъядерном процессоре был MTK6589T Эта модель обновилась Обновилась она по процессору Обновилась она в плане немножко внешнего вида Здесь добавили вот такую вот сзади интересную панель Давайте все по порядку Во-первых, размер этого смартфона 6 дюймов Спереди мы видим три сенсорных кнопки Меню домой-назад Они подсвечиваются Сверху есть фронтальная камера на 5 мегапикселей Датчик приближения освещения Хороший динамик С этой грани есть у нас только кнопка включения-выключения Сверху только разъем под наушники С этой грани качелька громкости плюс-минус Снизу у нас микрофон И разъем microUSB 2.0 Теперь сзади такая очень интересная крышка На ней практически не остаются отпечатки пальцев То есть даже если специально это делать Они пропадают Есть логотип ZOB Есть 13-мегапиксельная камера Есть хорошая вспышка Решеточка под динамик Давайте посмотрим, что под крышкой Под крышкой все более чем стандартно Это слот под microSD-карточку Слева направо Стандартная симка, microSIM Аккумулятор здесь на 3000 мАч Динамик, камера, вспышка Это я уже все показывал По сборке сама модель очень хорошо сделана То есть здесь нет люфтов, здесь нет скрипов Когда на перегиб смартфон берешь Он классно реагирует на это все дело Крышка эта очень удобная Эта вот грань, она сделана из пластика Ну так сделана как бы под металл Поэтому по внешнему виду однозначно плюс И смартфон выглядит очень шикарно Что касается технических характеристик Давайте начнем с них Я как всегда проверяю это все через Antutu Tester Обращаю ваше внимание на то, что я тестировал несколько раз Первый раз у меня было 21.8.4.8 И второй раз 25.7.2.9 Сразу же скажу, что это был тест с разными настройками производительности То есть все вы знаете, сразу же покажу В настройках есть вот такой вот пунктик В меню батареи Это режим энергосбережения центрального процессора Можно галочку поставить и убрать Оно регулирует работу самого процессора То есть его скорость и тому подобное То есть именно в этой модели В одной из первых на MTK6592 Я заметил из этой функции хоть какую-то деятельность Хоть какой-то прирост производительности Или наоборот работу аккумулятора Итак, здесь 6 дюймов Здесь 4.2.2 Android Восьмиядерный 6592 MTK процессор Mali 450 графический ускоритель Разрешение Full HD 14-мегапиксельная камера Здесь 2 гига оперативки 32 встроенных Разбиты они на сектора Вот 24692 и 4 гига Процессор работает на частоте 1.7 ГГц Эта модель поддерживает функцию Это OTG Функции NFC в этом смартфоне нету просто-напросто Количество точек Поддерживаемых экраном Всего лишь 5, а не 10 И основные датчики в этом смартфоне Можно посмотреть через программку Z-Device Test Которую мы сейчас с вами Сразу же скачаем с Play Market Дабы показать вам, что прошивка здесь хорошая, рабочая Есть сразу предустановленный Play Market С него все качается И все загружается так, как и должно это быть Итак, из датчиков в этом смартфоне есть GPS Wi-Fi, Bluetooth, есть компас, датчик приближения, датчик освещения Сразу же говорю, что по вашим просьбам я тестировал в этом смартфоне Эти все датчики приближения Динамик, разговорный, микрофон Об этом чуть позже скажу Есть в этой модели гироскоп И вспышка Вспышка классная, яркая То есть, делал фотки в кромежной темноте Тоже фотографии эти покажу По самой прошивке нареканий у меня нет никаких Она хорошо оптимизирована под работу современных игр Она полностью на русском языке Есть возможность обновления, беспроводных обновлений Не люблю я это дело, но оно есть Прошивка сама по себе Версия 4.2.2 Android В настройках нет абсолютно ничего такого интересного Здесь все самое-самое стандартное Поэтому особо тут говорить не о чем Что касается звука Во-первых, я тестировал разговорный микрофон Разговорный динамик Звук хороший Мне понравился звук Ну, не знаю, эталоном Считаю свой же AUG2 Меня очень классно слышно всегда И я слышу людей очень громко Я там настраивал его в инженерке Вот в этой модели В принципе, на таком же уровне звук Нареканий никаких По качеству звучания внешнего динамика И наушников Я могу сказать, что оно среднее То есть, оно довольно-таки нормального уровня Но не дотягивает до тех звучаний Которые я там когда-то на других моделях слышал Звук на среднем уровне Я не могу сказать про него по-другому И не слишком громкий Вот это максимальный уровень Без искажений Что касается производительности Я вам показывал уже результаты в Antutu тестере Я вам покажу результат в 3D-марке Здесь он набрал у меня всего лишь 6741 балл Однако я хочу вам сразу же рассказать о том Что смартфон с легкостью справляется С любыми современными игрушками И давайте просто на это смотреть Субтитры сделал DimaTorzok 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 В целом игрушки запускаются отлично Самые большие Это San Andreas Asphalt 8 Подобные Всякие различные стрелялки Все запускается отлично Может быть там где-то немножко потупливает Но не стоит забывать Что здесь Full HD разрешение экрана А поэтому я считаю что результат очень хороший Смартфон очень классное впечатление Оставляют после скажем так первого держания его в руках Но есть у этого смартфона очень такое большое но Я считаю что это флагманская модель Это модель по цене где-то 320-330 долларов Из наличия в Украине То есть мы их продаем по такой цене сейчас на данный момент Я считаю что за такие деньги эта модель должна быть ну лучшей Но здесь есть очень большое но в этом смартфоне Это экран Он хороший Цветопередача хорошая Он яркий Он сочный Все классно Продемонстрирую вам картинки То есть ну реально Здесь хороший Яркий Сочный Огромный 6-дюймовый экран Но Углы обзора хороши Если смотреть Вот так вот Если смотреть вот так Углы обзора хорошие Но Если Брать вот смартфон И переходить Вот по диагонали То картинка уходит в негатив Я тестировал примерно такой же результат Точнее не так Я тестировал модели Например Тот же iOcean XMS Тот же TSHL T100S Не было у них такого эффекта по диагонали То есть он со всех сторон Экран должен быть со всех сторон отличным Ну здесь Вот такая вот матрица Матрица здесь IPS Матрица здесь OGS То есть здесь нет воздушной прослойки И вот я вам хочу продемонстрировать Вот Как выглядит вот эта вот картинка Она просто уходит в негатив Темные тона Как бы Углы обзора Не супер Я вот этим вот Очень огорчен И недоволен Видите что происходит с экраном Тут вот так вот нормально Вот так вот делаем Вот такие вот дела происходят сразу же И темный становится светлым Вот такой вот экран у этой модели Аккумулятор здесь 3000 мАч Напоминаю всем Здесь два аккумулятора в комплекте Это очень хорошо Потому что все модели сейчас поставляются только с одним аккумулятором Я его тестировал Как всегда по максимуму Первый результат Это у меня 565 баллов Прошу заметить Что это очень классный результат Для 6-дюймовой модели И для 8-ядерного процессора Это действительно хороший результат Потом я начал тестировать Его естественно В режиме игры В режиме игры Вот всего лишь 2 часа 23 минуты Это Очень такой средненький результат И в режиме фильма 3 часа 42 минуты Могу сделать такой вывод Что аккумулятор Довольно-таки Среднего уровня Но для 6-дюймовой Вот такой вот лопаты Тут смело можно так говорить Потому что это действительно так есть Аккумулятор нормальный С GPS у меня не было никаких проблем Вот эти вот скриншоты Вы уже только что видели Это GPS тест Это Navitel С GPS в помещении Нормально все ловит GPS рабочий Что касается камеры Камера здесь Идет на 14 мегапикселей Основная И на 8 мегапикселей У нас показала Antutu Фронтальная Это далеко не так Вот эта фотка у меня сделана Фронтальной камерой Но это макро Я пытался Думал, что она будет получше На самом деле Фронтальная камера Предназначена так Только для связи по скайпу Тогда будет нормально Вот эти фотографии Я уже делал На основную камеру Качество меня радует Мне нравится Как снимает Эта камера На улице Вот фотографии Я эти все фотки Обязательно выложу Все это будет Видео записывает Телефон В формате Full HD По поводу видео Могу сказать Что качество Хорошее Четкость изображения Цветопередачи Но Как будто Вот как затуманено Немножко Это все То есть Возможно Опять же Дело в прошивке Стеклышко Я протирал обязательно То есть Тут никаких нареканий На это стеклышко Быть не должно Тоже покажу Тоже посмотрите В целом Я хочу подвести итог По поводу этого смартфона Значит Смотрите Что у нас получается Я держу в руках Модель Zopus P990 Plus Это обновленный смартфон На восьмиядерном процессоре С классным корпусом Очень мне нравится Вот эта вот крышка Под Galaxy Note 3 Смартфон со всех сторон Хорош Хорош Аккумулятор Для этого размера Хороша оптимизация Прошивка Без нареканий у меня Мне нравится Как фотографируют Эта модель Мне нравится Просто дизайн Этого смартфона Мне нравится экран Но Есть одно большое Но у этого смартфона Экран Обладает Я бы сказал Не идеальными углами обзора То есть За эти деньги 320 300 долларов 330 долларов В Украине Я считаю Что смартфон Должен быть С более лучшим экраном И это 100% Ведь есть конкуренты Даже тот же Зоп И за П998 Но там хуже Аккумулятор Он меньше Он не такой дизайн Но тоже он Очень похож Там экран лучше Чем у этой модели Звук В наушниках И внешнего динамика Я не могу сказать Что это минус Он стандартный Такой как у любого МТК 665 92 Процессора И смартфона На этом процессоре Ну и в принципе Камера Крам камера Фотки мне понравились А вот видео Немножко затуманено Четкость Все есть Все классно Но вот Немножко затуманено Поэтому Я для вас Сделал честный Правдивый обзор Я считаю Что это правильно Я считаю Что Некорректно Нечестно Не говорить про вот эти вот Негативные стороны экрана В этом смартфоне А просто говорить Что это Ой какой шикарный Какой крутой Какой классный смартфон Это неправильно Так делать На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь Ставьте лайки Ставьте дизлайки Пишите комментарии Будут новые видео Обязательно И заходите к нам на сайт Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому